Такая прекрасная жизнь, мне кажется, вот там вот где-то у садоводов, да? Они так спокойненько, вот у них есть соковарка, соковыжималка, они что-то делают, потом у них появляется много консервированной продукции, они ходят по гостям, ну в общем... Наивная, вот наивная. На самом деле жизнь садоводов, это ведь постоянная борьба. Борьба сначала за урожай, потом с урожаем. И, ну, сейчас мы поговорим... Против стихий, да, еще иногда бывает. Да, поговорим о том, как спасти свой урожай от августовской стихии. И, конечно, нам в этом поможет самый главный эксперт нашего телеканала. Да, с нами на связи автор и ведущая программы «Зеленая передача» Светлана Налетова. Доброе утро. Доброе утро, Анна. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Ну вот август подарил нам резкие перепады температуры. В Магнитогорске прошел такой град очень серьезный. Вот скажите, вообще можно ли предусмотреть эти вещи, каким-то образом спасти, уберечь свой урожай от вот этих вот природных катаклизмов? Ну, нужно сказать, что если садоводы заранее не смотрят прогнозы, ну, или по каким-то причинам не смотрят программу «Наше утро» и не знают заранее, какая погода их ждет, то, конечно, я бы не рекомендовала спасать урожай от града, пришедшего ценой собственной жизни, то есть накрывать телом, потому что наше здоровье все-таки важнее любых урожаев. Но я могу успокоить многих садоводов, что град в августе – это все-таки не град в мае, когда если в мае побьет град вашу рассаду, то вам придется просто с нуля все начинать. А сейчас мы все-таки собираем уже урожай, и мы можем в так называемой технической спелости собрать, скажем, помидоры или яблоки, или перцы и положить, ну, как говорится, на дозаривание, есть такой термин. Если садоводы знают заранее, что идут какие-то природные катаклизмы, такие неприятности серьезные, они могут установить над своими растениями обычные садовые дуги и натянуть, скажем, метканный укрывной материал или даже просто прикрыть пленкой. Это уже создав защиту от вот этих вот неприятных ледяных, так скажем, снарядов. Ну и, в принципе, главное не терять голову, не терять, так сказать, уверенность в том, что все будет хорошо. Светлана, а есть вообще, может быть, в этом перспектива, в принципе, готовиться к августу в нашем регионе и уже эти дуги поставить, установить и не надеяться, и не смотреть на прогноз погоды? Ну, можно, конечно, сделать и так, но на все это растения, на весь сад дуг не хватит, я думаю. Хотя есть и такие садоводы, у которых хватит материалов на все. Но, мне кажется, главное, чтобы у вас это где-то было под рукой, и как только вы видите, что что-то такое не то на нашем небе, что-то не так дует ветер, вы можете очень быстро, оперативно соорудить такое укрытие. Я думаю, так. Светлана, а вы вообще смотрели на прогноз вот августовский, что нас ждет, вот к чему садоводам Южного Урала готовятся? Дожди будут продолжаться? Да, я смотрела, что на этой неделе нас еще ждет холодная погода, проливные дожди, а вот следующее уже, так скажем, нас порадует. Ну, нужно сказать, что синоптики не любят делать долгосрочные прогнозы, и мы в этом случае должны ориентироваться на то, что август, в принципе, у нас такой месяц, который вместе с проливными ливнями или даже с умеренными дождями сопряжен с холодными ночами. И это очень опасно, когда холодная ночь и жаркий день. Эти упады температур опасны растениям, а если это еще накладывается и на вот такую высокую влажность, то велик риск возникновения гривных заболеваний. Это очень опасно. Поэтому, если вы увидели на ваших растениях какие-то поврежденные листья, поврежденные плоды, обязательно их убирайте. Особенно это нужно сделать, если вдруг, не дай бог, конечно, прошел град. Потому что вот эти повреждения, они со временем станут источником вот этих опасных инфекций. Итак, то есть, подводя итоги, когда была жара, это засуха, это плохо, когда дожди, это вот такие вот грибные заболевания могут быть, да? А какие-то хорошие... Плошные опасности. Да, какие-то хорошие прогнозы есть сейчас для садоводов? Ну, я никогда не устану повторять вслед за нашими садоводами, что мы, явноуральские садоводы, редко бываем довольны нашей погодой. Ну, и она нам тоже, кстати, преподносит массу сюрпризов. Тем не менее, вот, все-таки хороший по урожаям. Было очень много абрикосов. У многих в саду много яблок, много груш. Вот у меня даже две ветки на груши сломались от обилия плодов. Не успела я вовремя подставить. Но ничего, они-то зреют у меня в коробке. В принципе, очень хороший урожай ягодный культур. А розы цветут в этом году просто ошеломительно. Они очень-очень хороши. Спасибо, спасибо вам огромное. Желаем всем хорошего урожая. Напомним, что с нами на связи была автор и ведущая программы «Зеленая передача» Светлана Налетова. Там, в общем-то, все в подробностях можно узнать. Все советы. Прямо сейчас советы от наших звезд. В астрологическом прогнозе.